МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время выбора. Месячник профориентации на рейнмарских школьников знакомят с работой региональных предприятий и задачей заинтересовать будущих выпускников в той или иной специальности. Очередная экскурсия состоялась в родильном отделении Ненецкой окружной больницы. Об этом и не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги пятницы. В студии Олега Танзейский. Мы начинаем. В Ненецком округе пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма. Новая памятная дата появилась 5 лет назад, 18 марта 2014 года. Подписан межгосударственный договор о вхождении в состав России, Республики Крым и города федерального значения Севастополя. К этой дате в округе приурочены выставки, музыкальные конкурсы, спортивные соревнования и акции в социальных сетях. В Ненецкой центральной библиотеке имени Печкова до конца марта ведут работу две тематические книжные выставки. Интернет-акцию «Я люблю Крым» проводит региональный центр молодежной политики военно-патриотического воспитания. С 15 по 18 марта всем желающим предлагается поделиться яркими впечатлениями от поездок на полуостров, выложив свои фотографии с путешествий в Крым в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм с хэштегами «Я люблю Крым», «Крым наш» и «Ненецкий АО». Кроме того, к пятилетию присоединения Крыма к России приурочен в этом году открытый окружной детский конкурс вокального мастерства, «Хрустальный колокольчик». Еще одним событием, посвященным Крымской весне, станет ежегодное первенство Ненецкого округа по волейболу среди образовательных организаций округа. Кто и как должен утилизировать некачественные товары, выявленные в ходе проверок Роспотребнадзором, и почему только две частные оптичные сети согласны подключиться к общей информационной системе качества медицинских препаратов? Эти и другие вопросы сегодня обсудили в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному вороту промышленной продукции в Ненецком округе. Первый вопрос в повестке заседания правонарушения в сфере незаконного оборота промышленной продукции на территорию округа с начала этого года. Так, отделом экономической безопасности УМВД зарегистрировано 14 случаев незаконной торговли в сфере алкогольной продукции. Из оборота изъято более полутора тысяч горячительных напитков. Из них только 801 литр в селе Тошвиска. Предприниматель призван к ответственности за незаконный сбыт. Также зафиксированы различные нарушения в розничной торговле алкоголем. Три за незаконную розничную продажу с алкогольной спирта, содержащей пищевой продукции и физическими лицами в отношении трех физических лиц. Один за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спирта, содержащей продукции в отношении единого предпринимателя, осуществлявшего продажу алкогольной продукции в баре «Премьер» без разрешительных документов. Один за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции в отношении продавца магазина «Белые ночи». Контрафактный алкоголь – не единственное нарушение в сфере торговли. Предприниматели регулярно грешат, выставляя на продажу некачественные товары и продукты. Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Наталья Кирхард доложила, что в настоящее время ведется проверка на семи объектах, в том числе принадлежащих Наринмарскому хлебозаводу. Партии некачественной продукции, выявленные во время таких рейдов, подлежат утилизации. Для этих целей используются крематории станции по борьбе с болезнями животных. Но он не имеет необходимой лицензии, а при больших объемах работы с крематором нужен отдельный специалист. У нас сейчас стоит вопрос, у нас сейчас еще одна из проверок, в которой мы также обнаружили мясо, которое без документов, достаточно его много, и мы по факту теперь не знаем, что с ним делать. Биологические отходы, такие как мясо и рыба, по закону утилизируются в скотомогильниках. По факту таких на территории региона нет. Согласно правилам, продукция, признанная непригодной для продажи, возвращается владельцу для последующего уничтожения. Она отдается владельцу. Владелец по ищущению трех дней предоставляет справку о том, что эта продукция уничтожена. Ответственность лежит полностью на владельце. Но проверить, действительно ли пошли некачественные продукты в утиль, на сегодняшний день невозможно. Одно из предложений комиссии утилизировать такую продукцию через крематорий, но за счет средств владельца. Примечательно, что за отчетный период на территории округа не выявлено контрафактных или некачественных медицинских препаратов. За три года в соответствующие структуры не поступило ни одной жалобы, что при использовании медикаментов были осложнения или отсутствие терапевтического эффекта. Для учета и контроля за медицинскими препаратами с февраля 2017 года на территории региона действует специальная программа. Наша задача в настоящее время обеспечить, чтобы все медицинские организации и фарма-организации были подключены к системе, чтобы у них были разработаны бизнес-планы по работе с этой системой, и чтобы они могли в мед и фарма-организации вносить в эту систему информацию о лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения. На сегодняшний день к системе подключены всего чуть больше 36% медицинских организаций и всего две частные аптеки. И это несмотря на то, что отказ от систематизации грозит штрафами вплоть до лишения лицензии. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Ледниковый период в одном из домов, расположенных в поселке Искателей, требуется ремонт крыши и утепление чердачных перекрытий. В соответствии с графиком региональной программы капремонта, эти работы начнутся не раньше, чем через 19 лет, но так долго жильцы дома, возраст которого составляет, по официальным данным, 17 лет, больше ждать не могут. Ситуация разбиралась наша съемочная группа. И смотрите, у нас сосульки в два ряда, которые идут с под шифера и с шифера. Ну, те шиферы – это от снега, а с под шифера. Сосульки здесь повсюду. На окнах, стенах, подоконниках, газовых трубах в несколько рядов свисают с шифера. Свой дом жильцы квартир на Россихина, 10, называют ледяной избушкой. Вот смотрите, как погнили эти доски, под шифером, которые идут. Видите? Они погнили. И, естественно, капает, из-под шифера идут же сосульки. Тепло-то выходит из-под шифер. И эта вся вода, все это сосульки прямо в квартиру. А с ее квартиры прямо на первый этаж. Весна на балкон Валентины Рочевой приходит раньше положенного. Даже в морозы с потолка капает вода, которая затем образует толстый слой наледи. Ее Валентина Александровна отбивает от пола и выносит на улицу ведрами. То, что не успевает сразу замерзнуть, протекает на этаж ниже. Вон, смотри, сосульки, видимо, даже маленькие, но есть. Ну, три дня назад вообще висели аж до этого, до полу, скажем так. Ну, соседи часто, да? Нет, вот в этом году первый раз. Так, Валентина обычно заливала. С капелью внутри своей квартиры Валентина Александровна уже устала бороться. После того, как дождь пошел на кухне, женщина в очередной раз напомнила о себе управляющей компанией. Специалист службы заказчика поселка Искателей осмотрел помещение и составил акт, подтверждающий факт протечки. В ходе осмотра были выявлены следующие. Произошло потопление потолка в кухне, просматриваются трещины потолка и пожелтение красочного покрытия. На балконе протечки талых вод. Следствие нарушения кровельного покрытия шифер. Имеют сколы по краю. Всё. Площадь залива составляет 0,5 квадратных метров под потолку на кухне. Залив потолка, напольного покрытия на балконе, фото прилагается. К борьбе с осольками и капелью внутри помещений подключились и соседи Валентины Рочевой. У нас по обращению одного из жильцов дома номер 10 улицы Росихина в настоящий время проводится неплановая проверка. Совместно с управляющей компанией наш специалист провел осмотр данного дома. Было зафиксировано наличие следов из старых протечек. И образование наледи найдено на наличие проблем, от которых говорят жители. Сейчас мы хотим выяснить, какие меры предпринимала управляющая компания, есть ли тут их вина в данном инциденте. И сформируем предписание на устранение текущих дефектов. Жильцы уверены, решать проблемы надо сообща. Недавно, к примеру, добились того, чтобы в их подъезде установили радиаторы отопления. И стояки, которые были демонтированы еще несколько лет назад. Но по какой-то причине с этого года счета за фактически неоказываемую услугу вновь стали выставлять. Сейчас на январе, в феврале мы получаем за январь, у нас выставлено отопление. Я пошла в ЖКХ, давай, ругаться. Они говорят, вот у нас есть постановление, и мы должны брать. Если нет у вас батареи, у вас есть стояки. Я говорю, ну у нас и стояки обрезаны. Как это обрезаны? Вот так. Вот это было отопление на счет. Вер только был. А за что мы должны платить, если нет отопления? Я посчитала, сумма в месяц выходит 2,197. С нас с пяти квартир. Сумма немаленькая. По словам жильцов, после того, как они озвучили управляющей компанией свое намерение обратиться в окружную прокуратуру и СМИ, в подъезде дома оперативно установили радиаторы отопления. С проблемной крышей также обещали разобраться. Правда, пока только на словах. Вчера ходил я в нашу управляющую компанию, побеседовал с руководителем. Разговор был конструктивный, пообещали, что все исправят. Но будем результат ожидать. Летом должны крышу сделать, сейчас должны снег убрать. Посмотрим. К обещаниям коммунальщиков жильцы дома относятся с недоверием. Проблема нарастает, как снежный ком. А решения до сих пор нет. И каждый год нам обещают... Старым шифером? Да. А теперь нам сказали, что перепрыгнуть старым шифером. Ну что же это будет? От кого-то сняли там старый разобрали, шила на мыло. Зная о чаяниях жильцов, руководство администрации поселка Искателей обратилось в окружной профильный департамент с просьбой выделить субсидию из окружного бюджета на софинансирование расходных обязательств по выполнению необходимого ремонта. Но в ответ получили обоснованный отказ. Говоря простыми словами, дом на Росехино-10 еще слишком молод. А потому ремонт крыши и утепление чердачных перекрытий ему вроде как не положены. Пока. Указан дом не относится к муниципальным жилому фонду. Значит, что хочу сказать. Значит, закон о приватизации жилого фонда принят в 1991 году. Дом этот построен в 2002 году, то есть после этого введения этого закона. Если бы этот дом был построен раньше, до 1991 года, тогда в администрации возникали обязательства, ну и то есть и органы власти в ремонте, допустим, этого дома. Так как он введен после, получается, если мы его, допустим, ремонтируем, то это получается нецелевое использование на бюджетных средствах. В соответствии с региональной программой, работы по ремонту крыши и утеплению чердачных перекрытий в данном доме запланированы на 2038-2040 годы. Впрочем, как нам пояснили в фонде содействия реформированию ЖКХ, эти работы могут быть перенесены на более ранние сроки. Для этого собственникам на общем собрании необходимо принять соответствующее решение. Раз они очень часто пишут, говорят, обращаются в управляшку, управляющая компания должна была составлять акты о состоянии крыши, о состоянии чердачных перекрытий. То есть обследовала она их, писала акты, эти акты должны быть. Собрали всю эту информацию о них, акты в своих собраниях, решения собрания собственников. И уже в администрацию свою, поселковую, идут с заявлением, что просим вас походотайствовать в департамент строительства, который занимается актуализацией программы, о переносе именно вот этих видов работ, так как у нас крыша такая, чердак такой, жить не возможно, ну все вот это. Но им к этому еще, конечно, и балкон надо ремонтировать, раз балкон в таком состоянии. В свою очередь в администрации поселка искателей выразили готовность помочь жильцам дома в отстаивании их интересов и составление обращения в окружной профильный департамент. Впрочем, как нам пояснили в ведомстве, обратиться с этим вопросом жильцы могут напрямую к начальнику управления ЖКХ энергетики и транспорта Нинистского округа Павлу Масюкову. Для этого можно позвонить по телефону 2-12-04. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Анапе в детском центре «Смена» стартует всероссийский образовательный проект «Городская среда. Территория развития». Его участниками стали школьники и студенты из разных уголков России. Нинистский округ – не исключение. Уже сегодня в Краснодарский край отправились 9 ребят от нашего региона. В рамках проекта им расскажут об особенностях об устройстве современного города, архитектурных и градостроительных решениях. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. Анастасия Кривда – студентка первого курса Нинистка аграрно-экономического техникума. Девушка ведет активный образ жизни, занимается спортом и волонтерской деятельностью. Анастасия признается – попасть на такой масштабный проект не каждому удается. Я очень рада. Мы там будем защищать свои проекты, научимся их писать. И там будет очень много опыта для нас. И в будущем это поможет. Я бы сделала больше парков. У нас неосвещенный город. Я бы сделала больше парков, где фонарей больше. Другая участница – Ульяна Сазонина. Учится еще в пятом классе, но уже подумывает о выборе будущей профессии. Девочка уверена – этот проект даст ей возможность раскрыть себя в архитектурном строительстве. Я еду туда обучиться чему-то новому и принести в наш город новое архитектурное здание. Ионных участников на проект сопровождает Елена Белозерова. Она признается, для ребят – это прекрасная возможность попробовать себя в различных сферах. Программа состоит из многих образовательных этапов. Это и градостроительство, и архитектура, и дизайн городской среды, ландшафтный дизайн, компьютерное моделирование в архитектуре. Многое-многое другое. А мастер-классы будут проводить опытные архитекторы. Ну, это достойно. Такой возможности, я думаю, что, в принципе, вот так вот нигде сам не найдешь. В рамках работы «Смена. Городская среда. Территория развития» ребята разработают и защитят собственные проекты для дальнейшей реализации в своем городе. Обучение будет проходить под руководством профессиональных архитекторов. Самостоятельный архитектор, который имеет большой опыт работы на фестивалях, в других мероприятиях, работа в мире, реализации проекта. Кроме этого, мы привлекаем к реализации проекта представителей Человеческого народного фронта в Краснодарском крае, представителей АТО. По завершении проекта будут подведены итоги. Участникам, которые успешно пройдут обучение, выдадут именные сертификаты. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». В регионе продолжается месячник профориентации. В рамках совместного проекта Центра занятости населения и Центра развития образования учащиеся первой городской школы посетили родильное отделение Ненецкой окружной больницы. Для будущих выпускников провели экскурсию. Кроме того, мы их познакомили с работой врачей и среднего медперсонала. Организаторы месячника говорят, основная задача – помочь ребятам определиться с выбором профессии. Ведь многие школьники, как правило, до последнего не знают, на кого поступать. Все подробности в следующем материале. В стенах местного родильного отделения большинство из них сегодня находится впервые. Контроль как на границе. Без медицинских масок и бахил вход строго запрещен. Вот в рамках экскурсии ученикам первой городской школы показывают стандартную палату для будущих мам. Внутри идеальная чистота. Ребята интересуются, как часто врачам и акушеркам приходится принимать роды. В день здесь появляется на свет как минимум один младенец для небольшого региона. Показатель вполне хороший. В месяц у нас 35-60 родов в среднем. Я точно не могу сказать. За прошлый год у нас родилось 676 деток. Есть двойни, есть двойни очень много у нас. Это хороший показатель в целом? В целом, да. Но хотя бы уменьшился по сравнению с позапрошлым годом. Особый интерес у будущих выпускников вызвала палата интенсивной терапии. По сути, это мини-реанимация. Здесь, в частности, оказывают неотложную помощь роженицам, которые находятся в опасном для жизни состоянии. А это кабинет электрокардиографии, сокращенно ЭКГ. Показатели работы сердца проверяют не только у будущих мам, но и у их детей, которые находятся в утробе. Школьники не скрывают. Данная экскурсия в рамках профориентационного месячника – одна из самых интересных и познавательных. Здесь мне запомнилась конкретно комната для рожениц. Потому что я знаю, что у нас в стране достаточно обширная проблема с этим, что в больницах плохой ремонт, плохие условия. На самом деле у меня здесь сестра рожала, и я присутствовала как бы с ней в палате. Кормят здесь тоже достаточно хорошо. Главная задача, которую преследуют организаторы месячника – познакомить ребят с основными предприятиями региона и наглядно показать специфику определенных профессий. Ведь скоро у многих из них важный этап жизни – поступление в учебные заведения. Алина Ружникова, например, после экскурсии уже точно определилась с профессией. Она намерена стать медицинской сестрой. Это не шутка, честно. Почему? Не знаю, просто заинтересовала очень. Вот это все, сам процесс интересен. Посещение родильного отделения – далеко не последняя экскурсия для местных школьников. В списке еще много учреждений, которые готовы принять учеников. Профориентационный месячник закончится лишь в конце марта. Есть отдельные ребята, которым это очень даже помогает в определении будущего, своего жизненного пути. Потому что даже сегодня скромные мальчики из 9 класса, которые были на ярмарке учебных мест, они с большим интересом изучали те предложения, которые есть у средних специальных заведений. Что касается Ненинской окружной больницы, то ребятам сообщили, на сегодняшний день в родильном отделении существует дефицит кадров, требуется как врачи, так и медсестры. Найти готовых специалистов не так-то просто. Пожалуйста, учитесь, заканчивайте, приходите к нам работать. Всех рады видеть, всем поможем. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. Увидимся в понедельник. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok